Всем привет! Привет моим ученикам, привет подписчикам! Рад всех видеть, слышать и ваши отзывы, и ваши работы, которые вы шлёте. Они меня очень мотивируют и с удовольствием приступлю к новому уроку. Ну, как всегда, мы намочим листья, как варили, и сразу же я возьму какой-то цвет. Для неба голубые и даже тёплые тона, такие немного добавим, оранжевые и бежевые. Смешаем эти краски, так немного хаотично, и вот получается вот такое красивое небо. Внизу сделаем красивую зелень. Да, у нас будет сегодня пейзаж, такая тематика весенняя. Внизу добавим ещё такую зелень, чтобы была яркая и тёмная зелень. Вот, светлый, но очень душевный, приятный фон у нас уже готов. Вот тут я нарисую такую тучку небольшую. Ну вот. Да, если у вас слишком всё влажно, а иногда бывает, что большие толстые кисточки набирают много воды, ну, надо отрегулировать количество влаги, количество воды, сделать её поменьше. Вот в серединку добавлю малиновый цвет. Это будет наше будущее деревья в нашем цветущем саду. Мы будем рисовать пейзаж, весенний пейзаж. Уже выйдя, наверное, с карантина, даже во время карантина, всё-таки кто-то совершал прогулки, и вы наблюдали красивые цветущие деревья. Вот это наша такая будет основа под цветущее дерево. Ну, а здесь у нас будет основа под упавшие цветы. Так, вот тут мы добавим немного тени, поэтому я добавляю холодный синий. Так, скажем, предполагаем, что вот здесь будет у нас нижняя часть дерева, ну, его цветущей листвы и цветущих веток. Ну, а здесь будут у нас, предполагаем, опавшие цветы. И лишнюю влагу, лишнюю воду я убираю. Тоже самая кисточка, но я её отжимаю от воды. Теперь она у меня сухая. И лишнее я поубираю. Ну вот, видите, работаем быстро. Называется техника олеоприма по-мокрому, да? Подождём, когда всё высохнет. При высыхании акварель светлеет. И опять-таки поработаем с тенями. То есть, предполагаю я, что здесь у дерева будут теневые части, я добавляю насыщенных тонов. Я беру розовые, малиновые цвета. Вот, и даже немного синего добавлю в тень. Ну вот, где-то в тень я добавлю синий цвет, видите? Вот, в принципе, уже можно сказать, что я сформировал у дерева его верхнюю часть. Осталось нарисовать какие-то стволы и ветки, да? Ну, для этого вы можете, вот, старайтесь, да, не рисовать такой прям идеально ровненький ствол, а нарисуйте какую-то, ну, скажем, какую-то ветку ровную, какую-то кривую. Вот, даже более, чем, чем более кривые ветки, тем и красивее даже. Ну и где-то надо прерывать линию, и потом ее продолжать в самой листве. Прерываем, и потом где-то продолжим более тоненькие. Вот, примерно вот так. Так, вот, почти все готово. Поработаем еще с теневыми частями. Ну, вот так, да? Вот, мне кажется, стоит еще набрать теперь синего цвета на кисть, чтобы сделать какие-то веточки более темными, какие-то более выразительными. Так, я люблю это дело, иногда увлекаюсь, но вы можете уже остановиться на том, что вы уже сделали. Что еще я хочу сделать? Это передний план. У меня получился слишком такой нежный. Передний план сделаем тоже какой-то куст. Вот. Ну, я сейчас фантазирую, а вы можете так же, как я всегда уже говорю, использовать какую-то фотографию. И вот на заднем плане мы тоже сделаем какое-то дерево. И оно будет темнее, чем наша цветущая, ну, скажем, там, вишня или персик, может быть, это, да? И вот, смотрите, сначала мы начинали рисовать акварель со светлых тонов, а теперь переходим к более темным. Вот. И вот я зеленью, которая за деревом, подчеркиваю, подчеркиваю светлую часть. Надеюсь, я выражаюсь несложно, понятно. Вот так. Видите, теперь благодаря той зелени, которая за деревом, ну, там, дереву, которое за ним, да, зеленым, мы видим светлую часть. И здесь мы используем принцип темное на светлом, а светлое на темном. Благодаря такому принципу мы видим объем. Мы видим свет и тень. Ну вот, у нас уже появилась какая-то, скажем, градация переднего плана, среднего и дальнего. На переднем плане тоже можно потом нарисовать какие-то ветки. Ну вот, да, я признаюсь, увлекаюсь я веточками такими и рисую их с любовью. Нижние сделайте чуть потолще, верхние потоньше. Для этого, конечно же, не забывайте, для веток используйте тонкие кисти. Более упругие будут это из искусственных синтетических волокон кисти. Ну а для фона всегда я использую мягкие кисти из белки или чего-то подобного. Ну вот, можно еще поработать над объемом и выделить светлую часть переднего куста благодаря тени. А тень мы рисуем синими, почти такими темными-синими красками. Вот, довольно-таки тут я фантазирую, довольно-таки хаотично все. Ну вот. Так, и что я еще сделаю? Я применю сегодня белую гуашь. Видите? Выдавлю немного стюбика гуаши белой. Вот. И порисую белой гуашью цветущей цветущей такую сакуру сделаем. Ну, конечно, и добавим ее немного в упавшие цветы, скажем, да, они тоже будут у нас чуть светлее. Вот прям можно кисточкой, маленькой какой-то кисточкой, да, ну, прям вот работать, как будто бы вы не вырисовываете листик, а прям как бы тыкаете кисточкой об бумагу. Прям вот такие движения хаотичные немного, но в то же время вдумчивые. Мы рисовали теперь объем. Получился у нас свет и тень. Вот. Что еще можно сделать? Можно помнить, мы делали набрызг. Можно также сделать набрызг. для этого мы накроем ну, какими-то газетками или ненужными бумагами ту часть, которую мы не хотим собрызгать. Вот здесь я прорисовываю еще ветки на переднем плане. Все эти прорисовки возможны только когда уже фон подсыхает и мы видим, что растекается уже наши веточки не будут. Вот только если уже та часть, на которой мы собираемся сделать тонкие элементы, она подсохла. Вот тогда можно уже не набирая влагу в кисть, набирая только краску и тонкую кисть используем для этого нарисовать какие-то детали, какие-то элементы. Ну что ж, накроем ту часть где бы мы не хотели чтобы она запачкалась у нас белой гуашью и сделаем набрызг. Ну примерно так. Если где-то что-то забрызгается, ну это не критично в аквареле это сейчас даже будет красиво. Вот так. сейчас я использую кисть из щетины, свиной щетины, она такая очень упругая. Чаще такие кисти используют для клея что-то приклеить. Ну я думаю, что вы это уже умеете делать. Вот такой сделаем набрызг. значит чем более влажная кисточка, тем крупнее будут брызги. Чем она более сухая и только гуашь у вас, тем более мелкие брызги будут. Ну что ж постарайтесь все выполнить и не бойтесь этого. Добавим еще гуашь немного белый туда, где мы предполагаем должны быть у нас упавшие цветы. Ну улучшать можно до бесконечности, но собственно практически все готово. Что ж друзья, я рад, что вы смотрите мои уроки. Ваши комментарии и ваши фотографии ваших работ вдохновляют меня. Также благодарен тем, кто присылает свои скажем добрые пожертвования на наш счет. спасибо всем за просмотр. Реквизиты я для желающих оставлю под видео. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, спасибо еще раз. Вот, давайте посмотрим поближе, что у нас получается. Вот так вот получился он.